За неделю число новых случаев заражения в сутки увеличилось более чем в два раза. Среди госпитализированных 60% больные старшие возрастной группы. На реанимационных койках 76% пациенты возрастной категории 60+. Из них 95% не вакцинированы. Большое количество заболевших зафиксировали в Тенгушевском, Большоигнатовском, Красносободском и Ельниковском районах республики. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, вы это сами видите, она, конечно, обострилась. Если смотреть статистику, за неделю число новых случаев за сутки увеличилось более чем в два раза. Превысило цифру в 200 человек. При этом количество стационарных больных остается пока на прежнем уровне, около 600 человек. Основная нагрузка сейчас ложится на поликлиники. Минздраву поручено усилить контроль за обеспечением медработников средствами защиты. Также на помощь медикам направили более 100 единиц дополнительного транспорта. 24 машины поступили в распоряжение медицинских организаций в Саранске, 83 в районах республики. Специалисты не исключают, что заболеваемость продолжит нарастать, учитывая высокую заразность микронштамма. Наибольшее число заболеваний за прошлую неделю лабораторно выявлено у работников промышленных предприятий более чем в два раза, у медицинских работников почти два. У нас идут в большом количестве регистраций среди детей. Дети всего до 17 лет выше уровня за прошлой неделю почти в два раза. Большой процент занимает неработающее население. По методическим рекомендациям Минздрава России, теперь тех, кто привит, не находится в группе риска, не имеет хронических заболеваний, а из симптомов небольшая температура и признаки ОРВИ будут брать на аудиоконтроль. То есть все рекомендации они будут получать по телефону. У переболевших в течение полугода и вакцинировавших в течение полугода клиника до 7 дней. В основном как остро-респираторная вирусная инфекция. Пациенты такие в подавляющем случае находятся на амбулаторном лечении. Если не вакцинирован и не привит, какая бы клиника ни была, врачи идут на то. Потому что здесь опасность, чтобы не пропустить цитокин и шторм так называемый. Сейчас заболеваемость среди детей в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Идет и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому Роспотребнадзор предложил временно приостановить посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита. Также поступило предложение не проводить занятия в помещениях дополнительного образования, приостановить физкультурные и спортивные события с детьми за исключением мероприятий, включенных в официальный спортивный календарный план. Кроме того, Роспотребнадзор по Мордовии предложил обязать работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Глава Мордовии дал поручение всем министерствам оперативно изучить эти предложения для принятия коллегиального решения.